Это фантастика. Конечно, Роснефть, наша ведущая нефтяная компания, которая в прошлом году показала рекордную прибыль и не хочет платить достаточных дивидендов в государственный бюджет, она требует у государства полтриллиона рублей налоговых льгот за разработку приобского нефтяного месторождения, где, как они говорят, обводненность достигла 90%, и практически вы добываете не нефть, а скважинную жидкость, то есть, по сути дела, в основном в воду. Вообще, вот я хотел здесь остановиться и поговорить. Это вот сюжет, который заслуживает, конечно, гораздо большего внимания, чем его уделяет пресса. Дело в том, что, несмотря на протесты Минфина, 27 мая состоялось совещание у премьера Дмитрия Медведева, где вот эти льготы в полтриллиона рублей для Роснефти, их, по сути дела, одобрили. Вот давайте остановимся и обсудим, а что же там на самом деле с этими льготами происходит. Вот для начала я хотел поговорить в целом обо всех льготах, которые получает Роснефть уже сегодня, даже до того, как вот было принято 27 мая у Медведева на совещание решение предоставить им новые огромные льготы. Вот мы берем официальную отчетность Роснефти по международным стандартам за первый квартал этого года. И что мы скважине, когда вы добываете нефть, вы за тонну платите некий налог, потому что недра по закону принадлежат государству, и, собственно говоря, вы обязаны, любой недропользователь обязан вот за пользование этими недрами платить налог. Вот официально ставка этого налога составляет 12950 рублей за тонну. Вы видите сейчас эти цифры на экране. Но Роснефть платит фактические расходы по налогу на добычу полезных ископаемых на скважине. 10 тысяч 430. То есть на 2,5 тысячи рублей меньше, чем нормативная ставка налога. 2,5 тысячи рублей за тонну – это уже сегодня действующие налоговые льготы для Роснефти, несмотря на то, что они продолжают клянчить еще. Вот давайте посмотрим на графике, сколько это в цифрах выглядит. Это график номер 31. Вот это общий объем льгот, который Роснефть декларирует в своей финансовой отчетности. У них всего 2 года назад была налоговая льгота 1000 рублей за тонну на скважине. Сейчас уже 2,5 тысячи. Рост объема льгот в 2,5 раза за 2 года. И вы видите вот беленькие цифры на столбиках – это в миллиардах рублей. То есть они уже в прошлом году получили почти на 500 миллиардов, полтриллиона рублей в год они получили налоговых льгот только по налогу на добычу от государства. В этом году, если экстраполировать вот эту льготу первого квартала, 2,5 тысячи рублей за тонну на весь год, это получится 595, почти 600 миллиардов рублей в год налоговой льготы для Роснефти. Что это такое? Это больше, чем планируемые доходы правительства от повышения НДС в этом году. Официально заложенные в бюджет доходы от повышения НДС – 525 миллиардов. Льгота Роснефти на скважине – 595. Почти на 100 миллиардов больше. Ну вот ничего себе, да? Причем, знаете, вот я хочу здесь сказать такую вещь, что в принципе, конечно же, у разных месторождений должны быть разные условия налогообложений. Есть месторождения более старые, с более вязкими нефтями, с большим содержанием серы парафинов, более удаленные от рынков сбыта, более выработанные. Есть месторождения новые, которые надо разрабатывать и много инвестировать, им тоже нужны налоговые послабления. Но вот здесь должно быть что сделано? Это очень простая история. Должен быть парламентом свободным. Не вот таким из 450 андроидов, как наша Госдума, да? Которым дали из администрации президента по башке, и они делают все, что им скажут, да? Нормальный цивилизованный парламент конкурентный должен принять закон о дифференциации налога на добычу по условиям работы месторождений. Это не очень сложно. У нас есть примерно три тысячи месторождений всего в России. Это счетное количество. В век, как мы говорим, я извиняюсь за выражение, цифровизации и диджитализации, да? Сделать систему дифференциации налога по шести, там, семи, восьми критериям для трех тысяч месторождений. Это работы для современной, вот, какой-то, там, я извиняюсь, системы машинного обучения на полчаса. И принять закон в парламенте с этой формулой. Что происходит сегодня? Сегодня происходит совсем другая система. Никакой парламент в этом не участвует. Под ковром проходят какие-то скрытые, непонятные совещания между чинушами и абсолютно связанными с ним вот этими руководителями нефтяных компаний. Они там в закрытом режиме что-то принимают, и мы лишаемся сотен миллиардов рублей. Роснефть получает сотни миллиардов льгот, а нам с вами повышают НДС. Вот так, к сожалению, работает наша сегодняшняя российская экономика. И вот я хотел несколько слов сказать о вот этом приобском месторождении, на которое Роснефть просит льгот. Это очень интересная история. Дело в том, что это месторождение запускал ЮКОС в свое время, и в 90-е годы вокруг него было очень много шуму. То есть это очень крупное месторождение, одно из крупнейших. Сейчас там добывается примерно 5% всей нефти в России. И, собственно говоря, в 90-е было такое мнение, что нашим нефтяным компаниям не удастся его разработать самим, надо привлекать каких-то крупных международных инвесторов и так далее. И тут это месторождение получил ЮКОС, который сказал, не нужен никаких иностранных инвесторов, мы все сделаем сами. И они запустили это месторождение в 98-м году, вложили в него за весь период разработки порядка двух миллиардов долларов. То есть вот ту прибыль, которую они получали на рынке, они реинвестировали в разработку этого месторождения. И без всяких иностранцев вывели его на пик добычи в более 20 миллионов тонн в 2004 году. Что произошло дальше, если вы не знаете, то я напомню. Как раз в 2004 году этот актив у ЮКОСа отобрали. Отобрало государство, провело какой-то аукцион, где какая-то мутная контора Байкал Финанс Групп купила компания Юганск Нефтегаз, оператора этого месторождения. И через несколько дней этим месторождением завладел Сечин и Роснефть. Теперь Сечин признает, что там высокая обводненность, что там добывается не нефть, а скважинная жидкость. И как только это все попало к нему в руки, клянчит огромных налоговых льгот на сотни миллиардов рублей. Вот вы знаете, я хотел отдельно эту тему, конечно, разобрать. И я подумал, а кого можно пригласить экспертом, кто мог бы все это прокомментировать. И, конечно, трудно найти кого-то лучше, кроме как бывшего главу и совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, который, собственно, запускал это приобское месторождение и все про него знает и может объяснить про его состояние и просеченные, и про льготы. Вот мы попросили Михаила Борисовича все это прокомментировать. Он любезно согласился. И давайте мы с вами посмотрим его краткие видеокомментарии, а я потом еще отдельно несколько слов про это скажу. Меня сегодня попросили рассказать про приобское месторождение, которое начинала осваивать компания ЮКОС под моим руководством. В СМИ много пишут про льготы, которые представляются приобскому месторождению и Роснефти в целом, и про обводненность этого самого месторождения. Например, в начале февраля 2019 года в СМИ пишут, что в декабре 2018 года глава Роснефти Игорь Сечин предположительно написал письмо президенту с просьбой предоставить дополнительные льготы для приобского месторождения. Эксперты в издании оценили размер запрашиваемых льгот в 460 миллиардов рублей за 10 лет. Основная причина, как говорят в компании, высокая обводненность, доля воды в нефтяной смеси более 90%. Также часть запасов месторождения с низкой и сверхнизкой проницательностью коллекторов. Цитирую. На месторождении уже давно добывается не нефть в чистом виде, а водяная смесь с содержанием нефти, песка и растворенного газа. Ну, говорит это сотрудник Роснефти. Ой, а что это такое? Неужели они добывают скважинную жидкость, а не чистую нефть? А как же это так? Ведь скважинную жидкость это я придумал. Игорь Иванович, помните, вы рассказывали, что скважинную жидкость я придумал, а теперь вы ее сами добываете. Удивительно. Но еще более удивительно, что сумма уже существующих льгот составила в 2017-2018 более 41 миллиарда рублей. В конце мая 2019 года СМИ сообщили, что Белый дом, несмотря на противодействие Минфина, решил одобрить просьбу Роснефти, которая хотела получить для высоковводненного месторождения, налоговый вычет по НДПИ. Ну, так, на 10 лет. Ключевую роль в принятии решения сыграл опыт инвестиционного соглашения, заключенного Роснефтью с Минфином по Самотлорскому месторождению. Главным оппонентом в споре с Роснефтью за льготы был Минфин. Коммерсант пишет, что, цитирует точнее, что выработанность приопского месторождения 25%, у Самотлора больше 60%. Есть объективные факторы, говорящие о том, что эти месторождения между собой несопоставимы. Вот это говорил в феврале Интерфаксу глава департамента Минфина Алексей Сазанов. К тому же, у приопского месторождения уже есть льготы по НДПИ, которые по ряду залежей позволяют снижать ставку на 80%, а по баженовским отложениям до нуля. Добыча на приопском это около 25 миллионов тонн. Она снижается, но медленно. Это отметил аналитик Василий Тонурков. Например, в 2016 году Роснефть добыла на приопском месторождении 24,9 миллиона тонн. В 2017 году 24,8 миллиона тонн. За три квартала, три квартала, обращаю внимание, 2018 года, 19,2 миллиона тонн. Это все следует из отчетов, из квартальных отчетов компании. Что же там происходит? Почему? Вроде как добывают нормально, а вот судя по запросам Сечина, денег им жутко не хватает, они без субсидий ничего делать не могут. Месторождение действительно огромное. Интенсивную разработку его мы начали в 1999 году без всяких льгот. На балансе компании была куча и гораздо более старых месторождений. Никаких льгот по ним мы тоже не получали. Да и цена на нефть была не 60 долларов, а от 12 до 20, в конце, ближе к 2003 году, до 25-27. Сейчас, как вы помните, больше 60. Юганский нефтегаз это дочка ЮКОСа, украденная Сечином, которая разрабатывает в том числе приопусское месторождение. Она утверждает, что компания работает в плановом режиме. Я внимательно прочитал их отчет о добыче. Производственные технологии, ну, если в отчете, конечно, не врут, они в целом нормальны. То есть, похоже, проблема не в разработке. А в чем тогда? Нам известно, что Роснефть – самая закредитованная компания в отрасли. Эти кредиты лежат на ней тяжелейшим грозом. Куда пошли деньги? Что-то на покупку ТНК у Фридмана и Бридж Петролеума по безумным ценам. Больше 10 миллиардов долларов на инвестиции в Венесуэлу, еще около 15 миллиардов на трубу в Китай. Напомню, ЮКОС планировал потратить на эту самую трубу в 10 раз меньше денег. В 10 раз меньше. Еще парочка миллиардов подарена кордам, чтобы что-то там решить в Сирии. Ну и так далее. А еще миллиардные выплаты так называемому государственному менеджменту компании, которые превращаются в пятиэтажные квартиры, яхты и охотхозяйства государственного человека Сечина. В общем, накупив кучу всего и потратив кучу денег на свое замечательное руководство, Роснефть собрала около 130 миллиардов долларов, 130 миллиардов долларов долгов. При этом ее капитализация всего 60. Отдавать как? Ну вот, просто пенсионеры рассчитаются.